Привет, зрители и подписчики! Я знаю, зачем вы здесь. Вы пришли ко мне посмотреть на одного из эпиков новой фракции Духи Леса – Келлан Саракапут. В этом подробном гайде мы полностью разберемся, насколько он полезен, где его лучше всего применять, посмотрим на способности и как его экипировать, а также разберемся, в каких режимах он будет реально полезен. И еще я покажу вам лайфхак, как получить гарантированно Келлана и три эпика на аккаунт. Начнем! Келлан Саракапут – эпический чемпион, лучник с неплохим набором способностей и универсальностью применения. Новичок, если посмотрит на него, сказал бы, а что в нем такого особенного? Но мы с Алдами знаем, что его способности и простота в экипировке сделают его имбой на любом ПВЕ-боссе. Далее увидим, что и как, но как получить Келлана на старте? Что нужно для этого делать? Сейчас будет показан мой лайфхак, как получить целых три эпика вместе с Келланом на свой аккаунт. Чтобы получить наш уникальный набор, открывайте описание и переходите по ссылке. Все, кто создаст новый аккаунт по нашей ссылке, получит эпика громобоя и 100 тысяч серебра. И немного позже, за достижение 25 уровня аккаунта, леди Квилейн с набором ресурсов. Для их получения нужно создать аккаунт на секретной странице официального сайта игры Right Shadow Legends. Этот бонус эксклюзивно доступен всем только по нашей ссылке в описании. С компьютера она выглядит так. Создайте аккаунт, заполнив форму регистрации. Скачайте игру и установите ее. Эта же страница в вашем смартфоне будет иметь немного другой вид, чем на ПК. Нажимаем на единственную кнопку. Вы попали в App Store или Google Play. Скачивайте Right на телефон. Как вы видите, вы устанавливаете официальное приложение, только с бонусами, а не просто так. После обучения заходите на игровую почту. Там вас должен ждать громобой, а за 25 уровень леди Квилейн. У нас есть два крутых бесплатных эпика, но пока нет Келлана. Давайте получим его. Если вы играете с ПК или Андроид, то откройте боковое меню, раздел промокоды и вводите код togtnewbuy. Он дает на аккаунт эпика Келлан и набор ресурсов для его прокачки и развития. Чтобы ввести код на iOS, откройте описание. Для вас есть специальная ссылка. Там можно вводить промокоды, указав свой ID. Прекрасно, основа есть, но как забрать еще эпика? Чемпиона можно получить за активные 7 дней входа. На крайний день раздачи вы получите 4 эпика и в дополнение очень полезный сет кража жизни. На сегодня данный пак – лучший бонус, который только доступен. Чемпионы в комбинации помогут вам как можно скорее достичь новых высот в игре и развиваться. А теперь основная часть теории сегодняшнего гайда. Келлан Саракапут. Герой стихии магия. Как и большинство чемпионов фракции Духи Леса, Келлан выглядит просто шикарно. Настоящий лесной эльф. Позолота на броне, красивый лук – этот парень определенно шарит в моде. На оценки пользователей смотреть даже не думайте. На момент съемки ролика их меньше 100. Это значит, что он очень редкий и есть мало у кого. И массы не успели оценить этого чемпиона. Давайте посмотрим на скиллы. Первая атака – губительные стрелы. Атакует одного врага. И с 30% шансом накладывает слабость 25% на врага. Улучшение способностей увеличивают урон на 20% и шанс наложения дебафа на 20%. Вторая атака – гамбит охотника. Атакует врага 2 раза. Первый удар с 75% шансом сокращает шкалу хода цели на 50%. А второй удар с таким же шансом накладывает штраф скорости 30% на 2 хода. Также накладывает на себя густую пелену. При улучшении получим плюс 25% к шансу штрафов и плюс 20% к атаке. И уменьшается скорость отката способностей на 1 ход. Третья способность – крик сорокапута. Атака по всем врагам и наносит на 5% больше урона за каждый штраф на цели. Улучшение увеличивает урон на 20% и уменьшает перезарядку на 1 ход. Получается, если на боссе может быть максимум 10 дебафов, то мы получаем 50% к урону. И последнее – это пассивная способность. Внезапный ход игнорирует щиты врага под действием густой пелены. Способности в целом применимы и в ПВЕ и в ПВП, но только с определенными чемпионами и в правильной экипировке. Перед тем, как экипировать чемпиона, важно знать одну вещь. Это то, какие самые основные характеристики нужны Келлану для того, чтобы он выдавал максимум. Первое и основное – это атака процент. Чем больше атаки, тем выше максимальный урон. Далее критический шанс и критический урон. Обязательно нужно поднять вещами шанс до 85% и крит урон до 100% или более процентов, чтобы атаки А1 были еще более мощными. Скорость важна, чтобы делать по 2 атаки за 1 полный ход, так вы будете выдавать больше урона. И точность важна для дебафов, которые раздает Келлан, так как слабость и штраф скорости – полезные дебафы в любом режиме. Как экипировать Келлана? Я собрал информацию из всех возможных источников и экспериментировал у себя на аккаунте. И дошел до вывода, что новичкам, кроме как сет на критический шанс и кражи жизни, больше нечего экипировать этому чемпиону. Поэтому подбирайте нужные характеристики в дополнительных параметрах. Для прохождения начального контента этого вполне достаточно. Когда прокачаетесь, достанете больше полезных вещей, можно менять сеты. Для большинства ПВЕ контента, в особенности на Владыку Демонов, Гидру, Логова Дракона, хорошо подойдет жестокость 4 вещи и беспощадность. Таким образом, общий бонус будет целых 30% игнорирования защиты врага и плюс 15% к атаке. У вас будет повышенный урон, и теперь критовать в босса будет гораздо эффективней. Я видел, как на прокачанных аккаунтах этот парень дает по боссам 150 тысяч урона критическим ударом. Для него это вполне достижимые цифры. Или вместо сета жестокости можно экипировать расторопность, чтобы получить плюс 40 к меткости и плюс 5% к скорости. Это в случае, если вы не дотягиваете по параметрам. В таком наборе можно проходить большинство ПВЕ активностей. Главное, как можно больше нужных параметров в вещах. В ПВП все кардинально меняется, так как играть в ПВП можно или от защиты, или от скорости. Поэтому Келлана нужно одевать с ударом на эти параметры, не забывая про основу. Здесь самым лучшим вариантом будет полный сет каменной кожи. Но если вам нравится жестокость, можно одевать ее. Также прекрасным сетом будет сет интуиция, как аналог жестокости, но с большей прибавкой к скорости 12%. Лишним не будет, если вы именно собираете пати на скорость. В вещах должны быть такие параметры. Нагрудник на атаку процент. Перчатки на шанс критического удара. Сапоги на скорость. И в дополнительных параметрах приоритет критический урон. Скорость и атака процент будет полезно. Теперь немного о том, как качать таланты. Первый билд на все ПВЕ режимы. Универсальный. Атака и поддержка основные две ветки. Прокачивайте, если вы новичок, именно такой билд. Второй билд для кланового босса в анкил пачку. Здесь из-за высокого урона качается защита. Да и на боссе в этой ветке он показывает себя хорошо. Третий билд тоже на владыку демонов, но в пачке с блоком урона. Разница только во второй ветке. Тут все понятно. Но таланты это малая часть. Группа чемпионов решает. Четвертый ПВП билд нюкера. Если вы новичок и не знаете, как качать, то вот этот билд самый понятный. Старички могут экспериментировать как угодно, но это основа. Теперь по поводу того, стоит ли прокачивать навыки книгами. Да, определенно стоит того, так как любая книга принесет пользу. Прибавка к урону или шанс наложения штрафа всегда нужны. Дары. Этот чемпион имеет три дара на выбор, которые ему будут полезны. Для ПВЕ призрачное касание. Он позволяет нанести дополнительную атаку. Дару строго, если Келлан заточен под урон. Второй вариант это Бессердечие. Уменьшает защиту противника по 1% за атаку. Дар интересный, но строго для очень толстых боссов. Третий вариант для ПВП. Полный разлад. Дар дает дополнительное игнорирование брони целей. Полезно, если вы в деф-пачке. А теперь пара фирменных тестов. Заходим к Владыке Демонов. У меня самая обычная пачка чемпионов, которая доступна всем новичкам, которые будут следовать по нашим инструкциям. Как вы видите, в группе есть дебаферы, что помогают Келлану наносить еще больше урона. Сарахапут накладывает слабость, прячется в пелену и наносит приличные криты. И по итогу это топ ДПС чемпион. Но если у вас в группе будет сильный выжигатель, то он будет конкурировать с Келланом. На драконе и в других подземельях Келлан показывает себя так же. Наносит серьезные удары. Единственное, чего может не хватать вам, это критического урона и скорости, чтобы чаще делать атаку. А один у этого чемпиона очень годный. А так ли хорош герой сегодняшнего видео? Келлан очень универсальный чемпион. Он поможет пройти почти все режимы, кроме Роковой башни. Имеет отличный урон, легкий в экипировке, а также имеет офигенный скин. Как раз совсем недавно ввели новую крипту Духа в леса, и этот чемпион там просто мастхэв. Забирайте его, пока работает промокод. Если перед вами стоит жирный босс и в группе есть Келлан, вам повезло. Он поможет убить любого босса. Критические удары и пониженная защита дебафом слабость, это то, что будут испытывать ваши враги. Главное, чтобы в команде были чемпионы, которые засейвят Келлана регенерацией или бафом щита. Хотя то, что он укрывается густой пеленой, сильно спасает его. Прекрасно то, что в команде у новичка вместе с Келланом будут крутые чемпионы. Громобой будет воскрешать и давать баф защиты. Леди Квилейн ускоряет союзников, атакуя врагов. Шаманка дает баф критического удара и будет воскрешать соло цели. Плюс еще добавить любого чемпиона из начальной четверки. И у вас будет два отличных дамагера для старта, чтобы пройти много активностей. В целом это просто имбовая пачка чемпионов для новичка, с которой вы быстро прокачаетесь и сможете развить аккаунт. Уникальнейшее предложение на сегодняшний момент. Не забывайте, что получить Келлана с набором эпиков и легендаркой в Raid Shadow Legends можно по ссылке в описании. Переходите и забирайте имбовых чемпионов прямо сейчас. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также я подобрал для вас два интересных ролика, которые советую посмотреть. Также на канале есть ролики по свежим промокодам, так что не пропустите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok